Команда решила задачу выхода в следующий этап. Как я уже говорил, команды все, которые были собраны в восточной группе, они в прошлом году все были в восьмерке российского чемпионата. Поэтому матчи были достаточно интересные и содержательные. Конечно, я думаю, что на этом этапе далеко не у всех команд получается именно так, как хотелось бы, наверное, и мы в том числе. Но я думаю, положительные эмоции от того, что мы прошли в следующий этап, нам помогут сделать нашу игру более содержательной, более сбалансированной. Наверное, как-то вот так. Как говорил герой одного известного фильма, когда хорошо, это хорошо, то лучше говорить о том, что плохо. Какие моменты, на которые можно акцентировать внимание в ближайшее время? Ну, игра в обороне, прежде всего, всей команды. Потому что достаточно много мы ничем пропустили. Хотя, скажем так, да, по восточной группе мы пропустили меньше всех, но все равно я считаю, что достаточно много необязательных голов побывали в наших ворудах. Их можно было избежать, как индивидуальные ошибки, так и командные. То есть, что-то еще в механизме команды не притерывалось? Да, конечно, но матчи всего сыграно, совсем ничего. Я же говорил, что надо хотя бы 10-12 матчей сыграть, и лучше, чтобы эти матчи были не совсем официальные, чтобы у тебя была возможность не то, чтобы поэкспериментировать, а попробовать различные сочетания игроков, различное ведение игры. Мне в этом плане видно было, заметно, что тот же Кузбасс, Новосибирск, и может быть, в меньшей степени Иркутск, да, но первые две команды, что они уже с каким-то багажом игровым подошли к турниру. Несколько дней назад вы лично присутствовали на матче в Кубке Швеции, где, ну, скажем так, практически все потенциальные соперники возможные нашей команды на предстоящем Кубке Мира принимали участие. Ваши впечатления об этом турнире, ну, и что можно сказать по отдельным командам, кто больше всех понравился, на мой взгляд, кто потенциально имеет возможность выступить успешно на Кубке Мира, составить конкуренцию российским командам? Очень информативный турнир, интересный турнир. Первый раз я присутствовал в подобном вообще розыгрыше. Была возможность в предыдущие годы смотреть по телевидению или через интернет данные матчи. Сейчас воочию, конечно, впечатления достаточно интересное, прежде всего, надо сказать, что то, что мы не можем сказать про российские команды, да, шведские команды к моменту выхода на официальный турнир, каким является финал Кубка Швеции, уже провели достаточно много матчей, и они как раз вот эту работу и провели. То есть, они уже более-менее стабилизировали состав. Понятно, что далеко, может быть, не все команды, да, но какие-то моменты еще необходимо дорабатывать. Но то, что он в формате, получается, Кубка Мира проходит этот турнир, то есть, близкий к тому, что нас ожидает. Интересная ротация состава была смотреть, да, как игроки какие-то выходят в одном матче, какие-то в другом, какие-то в третьем. То есть, заявки от 17 до 21 игрока практически у всех команд это 19 плюс-минус 1, да, а на матч можно заявлять 16. И вот ротация в этих 19-20 игроках было интересно просто посмотреть, что ждать. Абсолютно правильно заметил, что потенциально все команды будут фактически участвовать в Кубке Мира, и было интересно посмотреть, как они на данном этапе. Кто из команд больше понравился? Наверное, не совсем. Хотелось бы, наверное, не совсем хотелось бы об этом говорить. Кто-то понравился, кто-то не понравился. Это дело вкуса у кого, какой хоккей, да, и как ты к нему относишься. Это дело вкуса. Шведы готовы к Кубку Мира? Безусловно, в большинстве своем готовы. Команды показали хороший хоккей. В свете того, что было сказано, что Кубок Швеции проходил в формате именно Кубка Мира, не было ли желательно провести предстоящие тренировочные матчи в формате Кубка Мира 2 по 30? Ну, а кто нам мешает даже 2 по 45 сделать 2 по 30? То есть ты можешь избрать ту тактику, которую тебе на 30 минут потом изменить те или иные моменты и сыграть второй тайм еще раз. Это все. Ну, и последнее, если это, конечно, возможно, какие задачи будут преследоваться в предстоящих тренировочных играх? Ну, прежде всего, это практическая возможность сыграть со шведскими клубами на хорошем льду, я надеюсь, что лед и завтра, и 6-го числа будет хорошего качества. Попробовать те задумки, которые у нас есть, попробовать в матчах с командами или цели. Безусловно, другой хоккей, другой подход, другая философия. Проверить свою готовность. Скажем так, два последних контрольных матча, должны дать опять же пищу для размышлений. Наверняка это будет, что нам удалось изменить после Кубка России. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok